Всем привет! На канале появилась новая рубрика под названием Битвы Чудовищ. Один из подписчиков канала подкинул отличную идею про сравнение всех этих монстров. Мне эта идея понравилась, я про это раньше думал, но все никак не брался за этот выпуск. Если ролик зайдет и он вам понравится, то будем периодически сталкивать чудовищ, посмотрим кто сильнее, живучее и так далее. Я буду по интернету собирать про каждого монстра информацию, и на основе этих общепринятых знаний будем сравнивать их. Ну что, начинаем Битву Чудовищ. Сегодня в бой вступают одни из самых опасных и сильных противников. Сасквач против Оборотня. Начнем с Оборотня. Чем же он пугается? Оборотень – мистическое существо, обладающее способностью перевоплощаться из человека в волка и наоборот. Он обладает магическими фишками. Мало кто так может. Чем же страшен этот магический волк? В первую очередь своим огромным размером и пугающим видом. Вервальф во время превращения намного больше обычного волка. Рост у альфа больше двух метров, вес почти 200 килограмм. Оборотень обладает огромной силой. Средние рядовые волки Оборотней поднимают от 200 до 400 тонн, а альфа может поднять до 1 тонны. И это страшная сила. Я даже не уверен, сможет ли Битву противостоять ему. Узнаем чуть позже. Оборотней – большая скорость передвижения. Они ловкачи, могут двигаться по любой поверхности, лес, крыши домов, ямы. Все им ни почем. Они ловко и быстро перескакивают практически любой барьер. Но есть две очень важных в бою способности Оборотня. Это регенерация тела и терпение боли. Это крутые навыки. Если Оборотень получает, к примеру, удар мечом, он может за несколько минут восстановить свои поврежденные части тела. Если его бить деревянной дубинкой, он может это терпеть, хоть и это нелегко дается ему. Это два огромных преимущества Оборотня перед снежным человеком. Обостренные чувства. У Оборотней отличный нюх и зрение. Они за несколько километров чуют противника или добычу. Отлично видят в темноте. Укус этого громадного волка либо превращает человека в Оборотня, либо убивает. Но на Сасквача подобное не подействует, так как у него есть защитная реакция на укусы и удары. Магические волки Оборотней становятся сильнее во время полнолуния. Все чувства у волка усиливаются в десятки раз. Также снежный человек не сможет его обмануть. Волки чувствуют ложь и страх. Но все же это волки, животные. Во время превращения они ведут себя как волки. А Сасквач охотник. Он хорошо знает, как убивать диких и опасных зверей. Чем же может противостоять Сасквач против опасного Оборотня? Много чем. Сейчас узнаем. У этого лесного дьявола есть несколько важных и доминирующих способностей. Первое. Это Сасквач может вырывать с корнем деревья. Вы можете себе это представить? Он может запросто, если поймает волка, оторвать ему любую конечность. Но самым основным преимуществами Сасквача являются введение противника в панический страх и создавать у него галлюцинации. Он может сделать так, что волк остолбенеет от паники и страха. Ему будут мерещиться повсюду разные монстры. Волк не поймет, кто из них настоящий, а кто иллюзия. В этот момент Сасквач нанесет ему смертельный удар дубинкой или камнем. Этими оружиями Сасквач часто пользуется. Если они столкнутся в лесу, то преимущество будет у Сасквача. Он охотник и может приготовить для волка различные ловушки с приманкой в виде окровавленного мяса или животного. А аппетит у волка, как мы все знаем, сильный и он на это купится 100%. Эти номера прокатят только с рядовыми волками. С Альфой подобное может не сработать. Он вожак и опыт имеет хороший. Альфа может распознать намерение лесного охотника и обыграть его. Впустив в ловушку одного из своих воинов. И когда Сасквач себя покажет, волк нападет на него, спрыгнув сверху. Но у Сасквача есть еще одна крутая фишка. Он может перемещаться в пространстве. В сколько десятилетий снежного человека не могут поймать. Есть версия, что Сасквач может из одного места внезапно переместиться в другое. И эта способность поможет ему одолеть Альфу самца. Но в городских условиях с волком Сасквачу будет трудно биться. Здесь Сасквач потеряет многие преимущества. Но у него есть дубинка и стрела. Сасквач может высадить волка и убить его стрелой, пользуясь при этом способностью вводить страх и показывать некие фантомы противнику. Итак, по версии канала Готика, Сасквач выследит волка и уничтожит его. Если вы не согласны, то напишите про это в комментариях.